МОЛОСЧУКО Мысли вслух точны и честны Мысли вслух о том, о сём Интересны мысли, если сказаны Молосчуком Молосчуком Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки и театрального искусства! 27 декабря прошлого уже года По настоянию очень умных и уважаемых людей И как они сами себя считают больших любителей и знатоков театрального искусства Я посмотрел спектакль «Семейное счастье» В театре-мастерской Петра Фоменко Поставленный под наименному роману Льва Николаевича Толстого Написанного им в далеком 1859 году Эти люди сказали мне, что это лучшая постановка Безвременно ушедшего от нас 8 лет назад Петра Наумовича Фоменко Под впечатлением просмотренных до этого здесь же Двух спектаклей Триптих по Александру Пушкину И одной абсолютно счастливой деревни по Борису Вахтину О которых я отчитывался перед вами после их просмотра Я без раздумий приобрел билеты и на этот спектакль Я подумал Если говорят, что этот спектакль лучше двух предыдущих, увиденных мною И так впечатливших меня То значит здесь должно быть вообще нечто невообразимое Роман Толстого «Семейное счастье» я до этого не читал Но теперь после просмотра данной постановки читать и не буду Поэтому вкратце перескажу вам фабулу спектакля Может быть она вас поразит своей оригинальностью и неординарностью Но меня почему-то не поразило Итак, фабула Юная 17-летняя девушка Маша Сыгранная в спектакле 49-летней заслуженной артисткой России Ксении Кутеповой Влюбляется и выходит замуж за мужчину вдвое старше ее самой Друга ее отца, 36-летнего Сергея Михайловича Сыгранного 46-летним артистом этого же театра Алексеем Колубковым Живут они в деревне, в имении Освоившись в семейной жизни И погрузившись в свойственную молодому и необразованному уму скуку Этой молодой особе Маше захотелось яркой и праздничной светской жизни Захотелось захватывающих дух развлечений, впечатлений, ощущений И восторженных взглядов на себя со стороны светских львов и львиц Мне скучно, скучно, а притворяться я ни за что не стану Такие слова в сердцах произносит главная героиня Поэтому, видя ее неудовлетворенность семейной деревенской жизнью Муж Сергей Михайлович, чтобы как-то угодить своей молодой жене Вначале переезжает с ней в Петербург Где она попадает в круговорот светских балов и приемов А затем они едут еще на курорт Баден-Баден в Германию Где она опять окунается в такую же интересную и захватывающую светскую обстановку С соответствующими развлечениями и с такими же светскими львами Только другой, европейской породы Красоты и изящности, красоты окружали меня Мне было очень весело Я была центром Я была центром составившегося там общества После некоторого разочарования в такой светской жизни И охлаждения к ней мужа Вследствие ее светских приключений Они возвращаются к себе в деревню В имении к тихой семейной жизни Ты сама должна была все узнать и узнала Это жестокое то, что ты сказал, но это правда Говорит ей муж в финале спектакля Все, фабула закрыта, спектакль окончен Вот такая вот очень оригинальная, совсем не избитая история Согласитесь, никто же из вас до этого не слышал тысячу раз таких историй Про молодую жену и престарелого по тем временам мужа С различными вариациями в конце Никто же из вас никогда не смотрел передачи «Давай поженимся», «Дом-2», «ДНК» и прочие После просмотра спектакля у меня возникло два вопроса На которые я надеюсь найти ответ, может быть, с вашей помощью Первый Зачем вообще Петр Фоменко взялся за постановку Романа Льва Толстого «Семейное счастье»? Романа, о котором сам Толстой говорил Что когда он перечитал его некоторое время спустя после публикации Зацитирую дословно слова самого Льва Николаевича Это оказалась такая постыдная гадость Что я не могу опомниться от сраму И, кажется, больше писать никогда не буду Вот такой вот у меня первый вопрос И второй вопрос Зачем в этом театре с таким маниакальным упорством Продолжают и продолжают показывать этот абсолютно неинтересный Скучнейший трехчасовой спектакль С банальным сюжетом и примитивным смысловым посылом Продолжают показывать уже 20 лет Уже 8 лет после смерти Петра Фоменко И 160 лет после того, как Лев Толстой назвал этот свой роман постыдной гадостью Что постановщики хотят сказать этим спектаклем сегодняшним людям Которым подобные сюжеты целыми днями крутят по телевизору? Неужели сегодняшнее художественное руководство театра-мастерской Не понимает того, что очень хорошо понимают многие зрители И понял 160 лет назад даже сам граф Толстой Даже сам граф Толстой, великий моралист И поучатель своих современников Даже он сам понял, что постыдно писать такую поучательскую банальщину Еще раз повторю слова самого Толстого Для тех, кто, может, плохо меня расслышал И будет затем осуждать мой отзыв о спектакле Еще раз дословно Как я приехал в деревню и перечел ее Это оказалась такая постыдная гадость Что я не могу опомниться от сраму И, кажется, больше писать никогда не буду То, что Толстого всегда тянуло к морализаторству По учениям и малеванию оторванных от жизни Идеалистических картинок человеческих отношений Между господами и крестьянами Между мужьями и женами Знает любой человек, знакомый с творчеством Толстого С его идеалистической концовкой войны и мира Где Пьер Безухов вместе с Наташей Ростовой Умиляясь от своей любви друг к другу И к своим крепостным крестьянам То бишь к рабам Вместе с ними строят светлое будущее Где все люди братья и наполнены любовью друг к другу То есть в конце войны и мира Толстой нарисовал эдакую милую идеальную схему Мало чего общего, имеющую с реальной жизнью И реальными человеческими отношениями Видно, очень хотелось графу, чтобы жизнь была именно такой, какую он намалевал А не такой, какая она есть на самом деле Мне нравилось видать графу реальная жизнь Где рабы не смотрят умиленно на господ и борчуков А жены не смотрят умиленно на своих мужей В романе же «Семейное счастье» Толстой, напротив, нарисовал другую схему Он схематично показал, как можно разрушить семейное счастье Мол, смотрите и задумайтесь Глядя на этот спектакль, я лишний раз убеждался в том Что невозможно вдохнуть реальную жизнь в театральное действие Которое является обычным, упрощенным схематозом В котором нет той самой реальной жизни То есть в котором нет правдивой литературной основы Отображающей реальные отношения между людьми Это невозможно сделать, даже если в спектакле Задействованы самые прекрасные актеры В лучшем случае они будут пытаться изображать жизнь Перемещаясь по сцене с умными лицами И делать смешные репризы А в худшем случае просто будут кривляться перед публикой И в том, и в другом случае Станиславский сказал бы «Не верю» В этом спектакле актеры пошли по смешанному варианту Ходили по сцене с умными лицами, пытаясь изображать живых людей И периодически кривлялись перед публикой При помощи заученных театральных трюков Театр – это литература воплоти И если писатель просто склепал схему Отдаленно напоминающую человеческую жизнь И реальные человеческие чувства С некими персонажами Напоминающими людей Которые вроде и говорят как люди Но проблема в том, что люди так не говорят В подобных намалеванных ситуациях Когда вот такую схему сварганит какой-нибудь писатель То воспроизвести затем реальную жизнь на сцене Следуя подобной писательской схеме невозможно Это не получится ни у гениальных актеров Ни у гениальных режиссеров Но гениальный режиссер даже в мыслях Не будет браться за такую постановку Понимая, что в схематоз нельзя вдохнуть реальную жизнь А гениальный актер просто вежливо найдет причину Отказаться от участия в подобном схематозе Так и с семейным счастьем Каких актеров туда не всовывай В какие костюмы их не наряжай Какие мизансцены там не выстраивай Невозможно сделать из этого Как сказал сам Толстой Сраму конфетку Думаю, Петр Фоменко в ходе постановки спектакля Понял, за что он взялся Может быть еще и прочел слова Толстого про срам Но видать было уже поздно отступать Это же не художественная самодеятельность Это профессиональный театр Поэтому любая постановка связана И с произведенными предварительными материальными затратами И с потраченным временем И с режиссерскими амбициями Поэтому, думаю, Фоменко попытался любыми средствами Оживить эту толстовскую поучательскую схему А что лучше всего оживляет любой затянувшийся театральный схематоз? Ну, конечно же, удачная шутка Реприза, гарантированно вызывающая смех в зале Хорошая шутка всегда придает хоть какую-то жизненность Даже откровенно провальному спектаклю Особенно, если она профессионально сыграна хорошими актерами Но когда хорошая реприза показывается впервые Она гарантированно вызывает в зале смех Когда она демонстрируется во второй раз Она тоже может вызвать улыбку Когда же это делается в третий раз Публика начинает понимать, что ее пытаются надурить Оправдывая такой повторяющейся репризой затянувшееся действо Публика начинает понимать, что эта шуточка не имеет никакого отношения к сюжету Просто публики устраивают оживляж данного театрального схематоза В последующие разы даже самая удачная шутка превращается в откровенную пошлость Хороших шуток в этом спектакле было придумано несколько Первое Это когда во время семейного чаепития Сразу же после женитьбы Кутепова долго и нежно повязывает мужу сопливчик перед чаепитием То есть повязывает мужу на шею салфетку Чтобы он не пролил на себя чай и не испачкался В ходе повязывания сопливчика выясняется, что это угол скатерти И затем из этой же скатерти делается общий сопливчик И для самой жены, и для служанки Катерины Карловны Которую играла заслуженная артистка России Галина Тюнина Первый раз это было действительно неожиданно и смешно Это вызвало смех всего зала Но в течение спектакля эту процедуру проделывали неоднократно Угадайте, какие чувства это вызывало у публики в очередной раз? Потом новоиспеченному мужу постоянно надевали на голову какой-то плетеный клобук с куклой Ну очень смешно для детей младшего школьного возраста Целый день могут смеяться, сколько ты его на голову новоиспеченному мужу не надевай Еще одна забавная реприза была придумана с чемоданом Который поставили посреди сцены перед поездкой молодой семейки в столице, в светскую жизнь Кутепова очень забавно его переступала, несмотря на кучу пространства вокруг Когда это было сделано впервые, это было действительно смешно Когда в десятый раз, думаю, вы тоже догадываетесь о реакции публики Но не только с юной женой Машей, но и с умудренной житейским опытом Катериной Карловной Тоже постоянно происходили забавные оплошности Во время чаепития она постоянно роняла бублики на пол Но согласитесь, что это очень смешно, когда при помощи заученных до автоматизма театральных трюков Перед тобой кривляются заслуженные артистки России Единственное, что действительно хоть немного оживляло спектакль Так это пародийная игра Ильи Любимова и Кирилла Пирогова Создающих на сцене образы французского, итальянского и русских петербургских лавелласов В очередной раз отмечаю игру Ильи Любимова Вижу в нем будущего большого актера Вся жизнь моя показалась мне так несчастной Вот такие впечатления у меня от просмотра данного спектакля Но я в любом случае рад, что мне удалось посмотреть эту постановку Теперь я более реалистично смотрю на Петра Фоменко как режиссера А то я был немного ослеплен его триптихом по Пушкину И одной абсолютно счастливой деревней по Борису Вахтину И еще, глядя на это семейное счастье, я понял, что благодаря тому сраму, что пережил Толстой после публикации этого романа Ему удалось 18 лет спустя написать, на мой взгляд, самый лучший свой роман Анну Каренину Где он очень тонко, детально и глубоко показал реальные отношения и чувства, возникающие между людьми Без всякой сентиментальщины и схематичности То есть семейное счастье, по сути дела, было для Толстого великолепной тренировкой, подготовкой к Анне Карениной Да простят меня участники и постановщики спектакля Но я никому не буду рекомендовать ходить на подобные спектакли Нельзя паразитировать на московском местоположении и востребованности любых московских развлечений у невзыскательной заезжей публики Аплодирующей любой столичной галиматии Надо с уважением относиться и к публике, которая не такая тупая, как кажется многим режиссерам и актерам И самое главное, с уважением относиться к самому себе и своему таланту А не растрачивать его на кривляние и попытки вдохнуть жизнь в откровенный, сентиментальный, поучательский схематоз До свидания, друзья! До следующих спектаклей! Мысли вслух, точны и честны Мысли вслух, о том, о сём Интересны мысли, если сказаны Молощуком